Приветствую вас, давайте сначала я, наверное, отвечу вам на вопросы, которые вы задаете, а после разберу ваш текст, потому что в нем тоже есть много, достаточно чего интересного. Итак, насколько здоров любовник? Психически он, я не думаю, что болен, по крайней мере, у него нет настолько патологичного поведения, чтобы можно было сказать, что он болен. Вот, конечно, у него есть определенные проблемы, у него есть определенные личностные трудности, это безусловно, я надеюсь, что этот факт, вообще говоря, понятен, но то, что он не болен, я уверен практически на 100%. Я уверен, что именно вот как таковой болезни какой-либо у него психической нет. Вот, это первое. С другой стороны, никто не будет ставить из профессиональных психологов, да даже и психиатров или клинических психологов, никто не будет ставить диагноз вот так вот, основываясь только на вашем тексте. Вот, заочно никто диагноза не ставит. Можно сказать, что у любовника есть ряд проблем, наверное, я скажу об этом, когда буду анализировать текст ваш, разбирать. Вот, но, так вот, я никакой, прям, никакой патологии не увидел. То есть, ну да, это ревнивый мужчина, ну да, это мстительный человек, ну да, это человек, который склонен, там, к определенной модели поведения, ну да, это определенный тип личности такой. Но, все это в рамках нормы, то есть, как бы, вот. Дальше. Какой линии поведения мне придерживаться, высказать ему то, что я никогда не говорила, хотя он не примет мои слова всерьез, либо, значит, так, или попробовать сгладить углы, значит, понимаете как? Так, в зависимости от того, чего вы хотите, на самом деле, то есть, я не думаю, что здесь можно брать ответственность за вас в вашем решении, потому что вы сами придете к тому, как конкретно вы хотите поступить, что конкретно вы хотите сделать. То есть, если вы, по итогу, вот что вы хотите, да, допустим, сохранить семью любой ценой, ну, хорошо, если вы хотите сохранить семью любой ценой, то, я думаю, что перед этим, имеет смысл, наверное, поразмыслить над тем, ради чего вы хотите семью свою, собственно говоря, сохранить. Ну, вообще ради чего, то есть, чтобы что, зачем она, зачем вам сохранять семью, какое значение для вас это имеет, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что вам, ну, что вам нужно, в том, что вам необходимо, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, если вы хотите искренности, например, в отношениях с своим мужем, да, если вы хотите искренности в отношениях себя, то тут, конечно, есть другой, ну, другая есть ветка поведения, в частности, это ветка поведения направлена на то, чтобы сказать этому человеку всё как есть, и да, у этого будут негативные последствия, скорее всего, вот, но для вас это, вот, если вы выберете для себя именно такой момент искренности, то для вас это более такой приемлемый вариант. Дальше. Или всё же я правильно настраиваюсь, что с потерей мужа моя жизнь не останавливается. Вообще говоря, вообще говоря, эта позиция, она достаточно такая прогрессивная позиция, потому что, вот, вы говорите, что у вас в браке были проблемы, да, вы говорите, что у вас в браке были проблемы, ну, в браке были проблемы у вас. Если у вас в браке были проблемы, то муж не мог, наверное, об этом, ну, не знать, он не мог не знать о том, что у вас в браке были трудности. И если у него есть к вам чувства, если вы действительно наладили с ним отношения и смогли это сделать, то да, будет, конечно, серьезный разговор между вами. Да, будет, возможно, неприятно, но вы сможете через это пройти, потому что в противном случае, в таком случае, получается так, что вы не наладили с мужем отношения, а просто привели их в какое-то такое равновесие и живете в некой такой иллюзии, иллюзии того, что все хорошо, хотя, на самом деле, все, ну, мягко говоря, не совсем хорошо, вот. То есть этот момент нужно учитывать. Далее. Если взять эту ситуацию, если я действительно заставлял человека жидать, давал поводу думать, что уйду к нему, но этого не сделала, передумал, сделал выбор более другого, как можно искупить свою вину за эти ожидания? Никак, потому что здесь у вас проявляется, как бы так сказать, здесь у вас проявляется искажение восприятия отношений между людьми в целом и отношений между вами и любовником своим в частности. Почему? Дело в том, что никто никого не может заставить, в принципе, что-то делать. И ожидания, если они есть, они всегда имеют корень, вот знаете как, именно корень, да? они всегда имеют корень самого человека. Понимаете? То есть сам человек, в данном случае ваш мужчина ответственен за то, что у него эти ожидания были. Вы никакой вины здесь не имеете, не несете и не отвечаете за то, что человек чего-то там хотел. Но, тем не менее, вы почему-то на себя эту вину берете. Вы говорите, искупить свою вину. Опять же, либо здесь вы хотите это сделать просто, чтобы сохранить семью, тогда нужно работать с тем, для чего вам семья, почему она вам так дорога, что вы готовы, по сути, угаслять человеку, который явно не настроен к вам как-нибудь, ну сколько-нибудь позитивно, да? Вот. Либо вы просто, в целом, склонны себя винить, склонны брать за ответственность на себя за то, к чему вы отношения, собственно, даже не имеете. И в таком случае можно говорить о том, что вы не слишком уверены в себе, можно говорить о том, что вы сомневаетесь в себе, можно говорить, что вы, может быть, слишком зависимы от людей, что вы, может быть, одиночество, опасаетесь, ну и так далее. Короче, находитесь в отрыве от, собственно, своих чувств. Вот. Это такой момент. То есть, понимаете, сейчас, сейчас, ваш вопрос выглядит так, как будто вы хотите перекинуть ответственность за свою ситуацию, которая у вас произошла на нас. Вот. И хотите, чтобы мы за вас решили, как вам поступать. Понимаете? Но, сами вы решение принимать, видимо, не хотите. То есть, вот, ответственность на себя брать за это решение вы не хотите. На мой взгляд, это весьма негативная такая тенденция, потому что так вы ничего не добьетесь. И, по факту, в позиции жертвы будете продолжать находиться и дальше. То есть, то у вас с мужем отношения не очень ладились, вот, и вы просто говорите, что ушла забота, ласка и так далее. Но, почему это ушло? Ведь, ну, не случайно же это ушло. Правильно, не само собой. Значит, у этого тоже есть какие-то причины. И, судя по тому, что вы, например, пишете, вы не были готовы работать с этими причинами, раз увлеклись другим мужчиной. Вот, которые вам дал просто действительно то, что вам не хватало в ваших отношениях. Поэтому здесь я бы все-таки именно личную ответственность, личной ответственностью за свою жизнь, за свои поступки все-таки поработал и обратил на это внимание. Вот, и тогда ваш вопрос можно немножечко перефразировать, да? Вот, ваш вопрос можно немножечко перефразировать и, значит, переозвучить его. Ну, например, например, сказать, как, допустим, я оказался в этой ситуации. То есть, как я оказался в любовном, допустим, треугольнике. Да? К примеру. Вот. Ну, в результате чего я оказался в любовном треугольнике. Вот. Как так вышло, что я оказался в любовном треугольнике? Ну, вот, примерно, примерно, вот в таком ключе, мне кажется, вам нужно двигаться здесь. Вот. Теперь давайте поисследуем ваш текст. Значит так, вы пишите. Уважаемые эксперты, добрый день. Постараюсь максимально подробно описать ситуацию, поэтому простите за много букв. Вот мне честно хочется у вас спросить, вот вы правда думаете, что, условно говоря, ну, стоит извиняться за то, что вы, вот, как, ну, как вы сказали, много букв. Написали. То есть, вы правда считаете, что стоит извиняться за это? Ведь если вы написали суда, значит, вас это, очевидно, беспокоит. И если, если вас это беспокоит, если вас это беспокоит, то значит, что это важно, а если это важно для вас, то за что в таком случае извиняться? Да? Если же вы не считаете, что, ну, что вам есть за что извиняться, а извиняйтесь просто ради, например, приличия, то возникает вопрос, насколько вы искренне, да? И так далее. То есть, в первом случае это психологический симптом, с которым нужно работать, с которым нужно работать и который нужно исследовать. А во втором случае это просто ваш, ну, скажем так, подход к себе, да, к себе, именно к себе и к другим людям. В данном случае к нам, к экспертам, которые с вами взаимодействуют. Вот. Дальше идем. Я в браке. Через 4 года отношения пошли на угасание, меньше внимания, заботы. В этот период появился мужчина, который ухаживал, веселил, проявлял внимание и я увлеклась. Ну, здесь я хочу спросить у вас, в принципе, достаточно простые вещи, да, на мой взгляд, простые вещи, как то, значит, вы брякаешь с мужчиной, да, вы брякаешь с мужчиной. Значит, я так понимаю, что брякаешь сейчас больше с мужчиной, но через 4 года отношения пошли на спад, вот. Каковы, каковы были причины этого, того, что они пошли на спад, я имею в виду отношения. Что вас связывает или связывало, или связывает с мужчиной, с вашим мужчиной, с вашим мужчиной, вот. Пробовали ли вы разрешить свою проблему, например, к помощи психолога, допустим? У кого пропала забота, внимание, значит, у вас написано меньше внимания, заботы и так далее? То есть, это было с вашей стороны или с его? Как вами воспринялось это? То, что, ну, вот, то, что произошло? Почему, несмотря на то, что отношения пошли на спад, вы все равно продолжали с ним, с мужем, я имею в виду, быть в отношениях? То есть, что вами в этом смысле двигало, что мотивировало вас в этом смысле? Вот. Это тоже очень все важные моменты, потому что напрямую описывают, условно говоря, напрямую, напрямую описывают вас. Например, говорят о том, как вы решаете проблему, и говорят о том, какой выход из проблем, из ситуации вы, например, находите. Вы выбираете и так далее. Мне кажется, что этот момент очень важен для того, чтобы, опять же, лучше понимать, что с вами происходит. Дальше. В этот период так, появился мужчина, который увлекал, ухаживал, подавлял не надо. Смотрите. Я здесь должен вас спросить, как вы себя чувствовали вот именно с ним. Как вы себя чувствовали с ним? То есть, ну, то есть, вот для вас, ведь это было важно, то, что он, ну, вас веселил, то, что он относился к вам очевидно, очевидно, как-то. Лучше. Лучше, да? Вот. Вам это, вам это все было важно. Вот поэтому я и хочу спросить у вас, как вы себя чувствовали? Конкретно. Конкретно. Конкретно вы. Может быть, вы скажете, например, что вы чувствовали. Может быть, вам, может быть, захочется сказать это. Вот. То есть, если вы увлеклись, то вам очевидно, чего-то хотелось. Если вы увлеклись, значит, вам что-то было нужно. Если вы увлеклись, значит, это что-то, что вам было нужно, было объективно важнее, чем, допустим, ваш муж. Опять же, а как же чувство к мужу? Вы нигде не пишите, что вы своего мужа любите. Дальше. Закрутился роман на стороне. Ну, вот здесь вы, пожалуй, немножечко, немножечко хитрите. Потому что не закрутился роман на стороне, а вы его закрутили. Вы закрутили роман на стороне. Дальше. Этот роман с переменным избегом продолжался около двух лет. За этот период уходил он, я возвращал, уходил я, он возвращал. То есть, это полное отрицание ответственности друг друга. Полное. Очевидно. Это, не знаю, какая-то, может быть, даже зависимость друг от друга. Ну, тут, опять же, скорее предположение. Но то, что вы друг друга возвращали, это все-таки говорит о безответственности. Взаимная безответственность. В августе месяце он вспылил и захотел раскрыть нашу связь мужу. Я попытался его остановить. Почему? Вот это вот, наверное, очень важный момент. Почему вы попытались человека остановить? Вы два года встречаетесь с мужчиной. Два года вы встречаетесь с мужчиной. Вы его возвращаете, когда он хочет уйти. Он возвращает вас, когда вы хотите уйти. Так почему же, вот почему вы против того, чтобы он рассказывал, ну, вашему мужу о связи? Если вы его остановили, значит, муж вам ваш дорог, но если он вам дорог, не очень понятно, в таком случае, почему вы с любовником. Если вам не дорог муж, а, допустим, дорого что-то связанное с мужем, то есть что-то, что вы получаете от семьи своей, то это желательно отдельно разобрать, отдельно рассмотреть. Что именно вы получаете в семье такого, что явно не хотите потерять. Может быть, вас беспокоит ваша репутация, может быть, вас беспокоит то, как о вас будут думать люди, может быть, есть какие-то еще моменты. Но, так или иначе, так или иначе, очень полезно понимать свою мотивацию поступать так, а не иначе. Свои истинные цели очень важно понимать. Дальше. После чего он передал мне все подарки, написал про шею, для этого проговорив про суицид. Ну, здесь, судя по тому, что вы писали ранее, здесь я могу сказать с уверенностью, что мужчина, в принципе, проявляет себя как истероид. Да? То есть, как человек, который очень болезненно нуждается во внимании. Причем, в непростом внимании, да, а именно, вот, в вашем, в вашем внимании нуждается человек. Вот. И без, собственно говоря, этого внимания он, ну, просто-напросто не может, не может. Вот. Отсюда эта история про суицид. То есть, как правило, люди, ну, они, те, кто действительно хочет покончить с собой, они, знаете ли, очень боятся, что их раскроют. И они не, ну, не сказали бы об этом. А так, человек пытается вызвать у вас чувство вины. И, кстати, у него это, вроде бы, как получилось. Потом приехал с книгой, где сюжет походит на нашу ситуацию. Дальше он привел духи, нарекая их на моим проклятием. И последнее сообщение, не я от себя отказался, я установил, как точку. Человек принял, что отношения закончены. Ну, вот здесь, с одной стороны, есть, конечно, эстероидное поведение мужчины. Книга, духи, какая-то патетика. Вот. Совершенно такая, ну, на мой взгляд, излишняя, да. С другой стороны, здесь есть, опять же, на мой взгляд, здесь есть некий такой перенос ответственности за вашу часть отношений на человека. То есть, типа, вы-то просто его остановили. Вы не сказали, что хотели завершить отношения. Я извиняюсь, если я вот вас не понял, да, но вы этого не сказали. Вы не сказали, что хотите завершить отношения с этим мужчиной. Вы сказали только, только, что пытались его остановить. Вот. Не пояснив своих мотивов, ну, своих мотивов. То есть, почему вы хотите его остановить. А дальше, как я понимаю, человек сам делает вывод, что отношения завершены. Вот. То есть, вы здесь такой вот своей активной позиции, да, не проявляете, на мой взгляд. Опять же, я вас сейчас не пытаюсь обвинить в чем-либо. Я просто вот, как бы, констатирую факт. По крайней мере, то, что я видел. Дальше. Так. Месяц тишины. И дальше он объявляется с посланием. 21 день на самостоятельный развод. Ну, опять, месяц тишины, да, ощущение, что вы просто решили, что все закончили. Я все эти дни продолжал молчать. Он был посредством статусов. В мессенджере присовал посланиями, которые я не открывал, но могла читать через увеличение скрина. Очень интересно. Вы говорите, присовал. То есть, вызывал какие-то чувства. Ну, если вы считаете, что это был прессинг, да? Если присовал, значит, вызывал какие-то чувства. А какие чувства он вызывал, что вы, ну, что вы, по факту говорите, что он вас прессинговал? Какие это были, ну, чувства. Дальше вы говорите, что я не читал, не читал то, что мне присылал, не открывал то, что мне присылал. Но читал это через увеличение скрина. Вот тоже такой достаточно интересный, на мой взгляд, момент. То есть, почему вы не открывали его послание, а читали через увеличение скрина. То есть, такое ощущение, что вы, опять же, чего-то боялись, не хотели себя как-то проявлять, не хотели демонстрировать, может быть, свою позицию, свою точку зрения и так далее. Вот. Мне кажется, что в данном случае, вот чисто, если мы говорим о характере того, что вы делаете, то это вот ключевая особенность. Недостаток личной активности. Недостаток защищенности, защищаемости своих интересов. Так, значит, в итоге, к назначенному сроку он не выполнил угроз, не смог, так как я заблокировала мужа в соцсетях, а на мобильный внесла номера шантажиста и заблокировала. Ну вот, понимаете, как бы здесь, опять же, вы обращаетесь в полицию и так далее, но это не исправляет, не меняет отношений, например, с мужем вашим. То есть, это не меняет того факта, что у вас, например, с мужем, да, были, возможно, и есть некие проблемы. Это не отменяет того факта, что вы, например, своего мужа, там, допустим, обманываете, да, и так далее. То есть, вот это всё остаётся. И опять же, я сейчас вас не обвиняю, у меня нет цели вас обвинять. Я хочу просто вот донести до вас эту мысль, просто донести до вас эту мысль, что, ну, что вы не решаете проблему с таким образом, с так. Так проблему не решите, которые вы описываете. Дальше, так, в эти 20 дней я подала заявление в полицию о угрозе жизни. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это не так, угрозы жизни у вас не было. Тогда он обещал рассказать вашему мужу про то, что между вами есть связь, но угрозе жизни это назвать, мне кажется, нельзя. Дальше, его допросили, вынесли отказ, он оглобился, написал стричный ложный донос, меня даже не вызвали, и продолжил что-то писать в статусах. Хотелось бы, конечно, вот здесь, во-первых, узнать, как вы ко всему этому относились. То есть, я имею в виду, насколько это было для вас, ну, не знаю, приемлемо, неприемлемо, а насколько для вас это было болезненно, может быть, насколько вас это, может быть, травмировало то, что произошло. Дальше, вы пишите, сломал меня предложением о примирении. Вот здесь снова выступает отказ от личной ответственности. То есть, что значит сломал меня? Вы захотели сломаться? Он задел вас, зацепил за живое, начал ключик. Что это за ключик? Я ему позвонила, был долгий разговор, опять же, для чего позвонили, для чего ожидали. Он озвучил претензию, что в период отношений я отменял встречи, недодала секса и так далее. А что начало ему сказать это тогда? Я ему предложил сделку, количество встреч в обмен на тайну. Ну, то есть, это, по сути, дашь на дашь. То есть, по сути, вы... Вот опять же, весь момент какой. Вы либо настолько сильно дорожите отношениями с мужем, что как бы немного противоречит тому, что вы ему изменяли и так далее на протяжении двух лет. И там, что... Что... Ушла забота и так далее. Либо вам счет семьи очень... То есть, семья для вас имеет какое-то очень важное значение. Так, количество встреч в обмен на тайну. Ну, опять же, да. То есть, вы, по сути, не стали подыгрывать чантажисту. То есть, он видел... Он воспринимает вас как жертву. И вы стали вести себя как жертву. То есть, дали ему то, что он хочет. Так, определил 50 встреч. Никаких разговоров о семье. Я никуда не ухожу. Он ищет женщину для семьи и отношений. Это условия договора. Он переезжает к девушке, которая его просто использовала. И в гневе на нее отменяет этот счет. Я вот не очень, не очень, если честно, понял вот эту часть вашего текста. Вы пишите. Никаких разговоров о семье. Я никуда не ухожу. Он ищет женщину для семьи и отношений. То есть, это ваши условия договора. Далее вы пишите. Он переезжает к девушке, которая его просто использовала. Откуда вы знаете, что она его использовала? Откуда вы знаете, что он вообще переезжает к девушке? Он, так, в гневе на нее отменяет этот счет. Какое отношение имеет его гнев на нее? К вашему счету? То есть, как это связано между собой? Как это вообще вместе сочетается между собой? Как? То есть, это больше похоже, знаете, на всплеск какой-то, не знаю, истерии, что ли. Вот. Опять же. Но... Какое все это отношение имеет к вам? Дальше. Так. Вроде бы нет счета, нет договоренности. Условия выполнены. Я свободна, тая на меня в карманы. Ну, понимаете, вот если у вас есть какой-то вот, на мой взгляд, знаете, даже я бы сказал, детское, детское что-то в мышлении, потому что такое ощущение, знаете, что вы вот как ребенок, который обрадовался, что условия договора как-то вот случайно нарушились и все. И он больше не взял ответственности, но... Как-то это очень странно здесь, не по взрослому. То есть, какая тайна? Нет никакой тайны, есть проблемы, которые привели к этому. Есть проблемы то, что вы говорите, что ваш муж вас не простит, что уже говорят о том, что вы друг другом не искренне. Вот. А какой тайны здесь идёт рейндж? А на них? Дальше. Знаю, что он сочтет, что эти условия не выполнили, я продолжаю их выполнять. То есть, опять же, опять же, вы, если я, значит, правильно понимаю вас, не обсуждаете с ним то, что произошло. Никак. Вообще. То есть, вы не проговариваете ни его действия, которые, ну, которые привели, собственно, к тому, что он отменил счет. Вы не проговариваете его мотивацию так поступить. Вы не проговариваете свой статус. Вы ничего, по сути, не проговариваете. Хочется спросить у вас. Вы просто молча продолжали выполнять те условия, которые он установил. Установил? А почему вы не проговорились с ним? У вас к нему, я не знаю, было доверие ещё что ли? Как? Как это у вас вот работают? Я просто, просто понять хочу, как это работает у вас. Дальше идём. Так, проходит период, он с девочкой расстаётся, а когда он был на неё в гневе и когда он понимал, что она его использует, это не было поводом для расставания или что? Обещает ей мстить, увольняется с работы и собирается приезжать в другую страну, чтобы работать там. Ну, если вы знаете, что человек собирается мстить ей, да, если вы знаете, что он собирается ей мстить, то как бы по-моему здесь всё очевидно. Мужчина просто ведёт себя так, по сути, ну, совсем, совсем, он совсем себя так ведёт, вот. То есть, как бы, здесь вот для меня не очень понятно, на что вы рассчитывали. Понимаете, какая штука. Дальше. Так, мы продолжаем общаться. Зачем? Для чего вы, собственно, продолжаете, ну, общаться? Какой целью, что вы надеялись получить в результате этого, этого общения, ну, общения. Понимаете? Дальше. Так, тут его перекрывает, просыпаются новые претензии, что я им воспользовался, взяла от него чего мне не хватало в семье, держала его, он знал, что я уйду из семьи, вместе смолчал, давал возможность спокойно решить этот вопрос. После стал подгонять этим 21 днём, а я наладил отношения с мужем и не собираюсь уходить. Не очень понятно, это вы его слова цитируете или что-то другое. Или это вы про себя говорите, что вы наладили отношения с мужем и не собираетесь никуда уходить. Тут вот, мне кажется, немножечко произошёл сбив, сбив, потому что, ну, ещё раз повторю, я просто не очень понимаю, о чём вы говорите. Дальше, значит, простить, так, вышел перекос, надо было это восполнить, только этого не сделать, так как ему ничего уже не надо от меня. Ну, это похоже на истерию, опять же, когда человек откровенно врёт и говорит, что ему ничего не надо, хотя на самом деле ему очень даже надо от вас что-то. Так, типа он начал с чистого листа в другой стране и сделает так, чтобы я тоже не жил с чистого листа. Значит, я сначала пытался его как-то убедить, разговаривать, расследовать, все мои слова и доводы не воспринимали с ним. Например, минует моё сообщение, где он хотел идти, я пишу ему, блокируй меня, будь счастлив, люблю тебя, он зацепился за любовь. Это его ответ, это объяснение его не интересует. Дальше, то есть, тут вы ещё одну цитату даёте, вот. Значит, опять же, он воспринял это так, как он воспринял, это его ответственность. Вы здесь берёте на себя ответственность за то, что человек подумал, но по факту вы здесь предаёте только себя на самом деле. Дальше, так, в общем, так, получается, вот снимают мои слова по-другому, а я спорил слова иной смысл. А вот вы думаете, что двусмысленность, она случайна? В общем, я пытался разговаривать, звал я его на личную беседу, но он идёт на контакт. Так, моё состояние оставляет сделать лучше его эмоционально, я сейчас на грани высказать всё, что думаю о нём и будь как будет. Расскажет мужу, будет скандал, развод, муж 100% не простит, не расскажет, иначе всё продолжит так, как было раньше. То есть, вы продолжите с ним общаться, вы это имеете в виду или как? Что вы надеетесь получить, рассказав ему, да? Что это во нём думать? Что это вот, что вы надеетесь получить, сделав это? Я вот не очень, опять же, понимаю ваши ожидания. То есть, до этого вы делали всё для того, чтобы сохранить тайну. Сейчас вам уже как будто стало всё равно. Значит, я полагаю, что имеет место быть некая такая неопределённость, да? Которая вас, допустим, тяготит. Я так, опять же, понимаю. И из-за того, что вас эта неопределённость тяготит, вы хотите что-то, значит, что-то сделать с ней. С этой неопределённостью, чтобы она вас больше не тяготила. Вот, я так полагаю, что речь идёт об этом. Но вы это делаете, такое ощущение, что от отчаяния вы это делаете, такое ощущение, потому что не видите другого выхода. Причём, сами мужу рассказать вы не хотите о том, что произошло. А как бы на человека, как бы перекидывая ответственность за то, что случилось, за то, что произошло или за то, что произойдёт. Хочется спросить, а вот как вы думаете, мужу приятно будет услышать об этом не от вас? Дальше. Так. Даже если он добьётся развода с чистого листа, как он меня пророчит, я не начну, потому что у меня есть гораздо больше, чем у него. Такое ощущение, что вы с ним соперничаете, конкурируете за что-то. Он хочет уехать в другую страну, хотя я очень сомневаюсь, останется без друзей и родных, нет любимой, и с деньгами первое время будет туго. Ну, здесь такое ощущение, что вы эмоционально вовлечены во взаимодействие с ним, даже без его самого. Мой чистый лист уже заполнен родными, близкими, друзьями, я нравлюсь мужчинам, у меня есть работа, есть увлечение с мужем, я могу договориться и помириться, и только с ним натнётся этот чистый лист. Что противоречит тому, что вы писали ранее, что ваш муж вас сто процентов не простит. То есть вот, так он вас не простит или вы с мостами помиритесь? Не потому ли вы делали всё это время в эти вот годы с любовником, проводили всё это время с любовником, потому что в глубине души вы верили в то, что муж вас всё-таки простит. Хотя вам нравится думать, что он вас сто процентов не простит. То есть, ну, вот тут просто вы высказываете два противоречивших друг другу суждения сразу, и я должен это уточнить. Вот, кроме того, есть, ну, как бы вот, есть некоторые моменты, связанные с тем, как вы понимаете чистый лист. То есть, чистый лист это не друзья и знакомые, это вы, это вы, это то, что вы делаете, это вы, это то, куда вы двигаетесь. И здесь не он, не вы с чистого листа не начнёте. Это иллюзия, потому что свой опыт, каким бы он ни был, вы перенесёте и на новые отношения также. Поэтому чистый лист это иллюзия, в которой живёт ваш любовник и, по сути, который он навязал или привил вам тоже. Вот. Опять же, то, что вы говорите, то я нравлюсь мужчинам. Ну, в данном случае, в контексте того, что ваш любовник, ну, тоже вступает в некий такой, я бы сказал, знаете, в некое противоречие вступает. Потому что, насколько для вас важно нравиться мужчинам, определенному количеству мужчин, да, при условии, что у вас есть муж, опять же. То есть, я понимаю, что женщине нравится, ну, нравится, нравится, вот, и как бы, ну, в другом, в любом другом случае, я бы сказал бы, что вы правы. Но здесь я просто должен, должен... Уточнить этот момент. Вот. Понимаете? Поэтому я просто вот так вот думаю, так думаю, может ответить вам на вопрос, на ваш текст, который вы написали. Значит, ну, вот, собственно, все. Ничего равного предложить человеку вы не можете, потому что это его боль, это его трудности, это его проблемы, это его особенности восприятия данной ситуации. И вы здесь ничего равного предложить ему не можете, человеку самому нужно справиться с этими проблемами, признать, что это чисто его проблемы. Что касается вас, то у меня ощущение, что вы вот просто недостаточно взрослый, недостаточно взросло относитесь к тому, что происходит, у вас проблемы с личной ответственностью. И есть некоторые моменты, которые нужно исследовать в плане того, вот, как вы оказались в этом треугольнике, по сути, Карпмана, в роли жестких. Вот, опять же, вы можете изучить треугольник Карпмана, самостоятельно, и увидеть себя в этом треугольнике. И, соответственно, выход из треугольника, это глобально то, что вам нужно сделать, вот. А дальше, в процессе, уже будет понятно, например, какая у вас была мотивация делать все эти вещи, которые вы делали. То есть, я имею ввиду, выходить, допустим, замуж за своего мужа. Какая была мотивация не пытаться решить проблемы с мужем, а именно увлечься. Какая была мотивация поддерживать отношения в течение такого длительного времени. Какая была мотивация возвращать человека, какая мотивация не говорить мужу, какая мотивация высказать сейчас то, что все, что вы думаете о любовнике ему самому. Вот, и вот где-то там, на понимании того, что вы делаете и ради чего, будет лежать ответ на ваш вопрос. Ответ на ваш вопрос будет лежать именно в вас самой, а не в ком-либо. И уж точно не в каком-то решении, которое идеально бы решило все ваши проблемы. Нет, какую-то ответственность все-таки взять на себя придется. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.